Необычное начало В многословии о выскренности и правдивости молитвенного вздоха, который ты доносишь до зрителя. И поэтому для меня это особое кино. Именно это. Я его делал 30 лет. В 1987 году было возбуждено уголовное дело в прокуратуре Союза. Я тогда работал старшим помощником генерального прокурора Советского Союза. И уехал в Италию по этому делу. И написал статью. Италия, где твои сыновья? Две с половиной тысячи итальянцев, итальянская дивизия отказалась воевать против русских на Восточном фронте. Италия молчала. Мои коллеги приезжали сюда. Развалилась великая страна. А они молчали. А я ездил туда. Наконец, в журнале 1 июля 1992 года опубликовала мою статью. На итальянском языке. Третья газета Италии. И я стал интересоваться, почему вы не расследуете эти дела, коллеги итальянцы? Оказывается, у них были так называемые шкафы позора, которые были отвернуты к стенке. И там лежали многочисленные дела о злодеяниях фашистов и нацистов. Но их коллеги по североатлантическому блоку, американцы, сказали, идет холодная война. Не надо ворошить прошлое. И они не расследовали их. Но вы знаете, правда можно отравиться, ведь она у всех своя. И важно то, что вот сакральностью обладает не только власть, но и тот, кто работает с кинематографом, со словом. Я писал, я ездил, я снимал, в том числе три фильма в Италии. И добились мы того, что итальянцы, было написано письмо президенту Наполитана, главным военным прокурором Марком де Паулисом, что откройте эти шкафы позора. И они их открыли. Марк де Паулис выступил по 57 уголовным делам в отношении фашистских преступников. 53 из них получили пожизненное заключение. Через два дня, в 10 часов утра, в понедельник, 27 числа, я представляю этот фильм в итальянском парламенте. Он там называется «Итальянская трагедия». Вот такая непростая история этого фильма. А потом я с ним еду от заботы. В парламенте будут многие мэры, с которыми я сдружился, я туда езжу на все их памятные мероприятия. 5 октября мы от забот, от 12 августа в Санта-Анда-де-Стацима возлагаю венки. Это все об этом. Они все там будут. Поэтому это очень важное кино для России. Россия добилась, что там возбудили дела. Их расследовали, направили в суд и правда восторжествовала. Это первое, что я хотел сказать. И второе. Пошло 75 лет. Тогда в эйфории Великой Победы всем казалось, что эта коричневая гидра убита и навсегда, уничтожена. И нередко нерамбетский процесс, мы в этом году начало нерамбетского процесса, называли нерамбетским эпилогом. Знаете, для казненных фашистских главарей эта метафора вполне уместна. Для преступных организаций, которые поставили незаконно. Но зло, как видим, оказалось куда более живучим. И поэтому сейчас никто в мире не может сказать, что оно уничтожено навсегда. Поэтому, видите, здесь «Бессрока давности» – это серия фильмов, которые мы сейчас сделаем. И я очень благодарю коллектив, с которым я работаю. Мы сняли уже несколько фильмов «Бессрока давности». «Бессрока давности» «Живой щит», «Бессрока давности» «Мертвые люди», «Бессроки давности» «Лебенцбон». Мы продолжаем снимать. Только в Италии мы сняли три фильма. Сейчас только вернулся из Латинской Америки. Мы делаем еще один фильм по следам человека со шрамом. Как они туда уходили. И как их возмездие там доставало. Ну и последнее. Знаете, время суровый судья. Это единственная философская категория, которая не детерминирована никакими обстоятельствами. Никакими. Ни поведением людей, ни челых народов, государством. И стрелки на его циферблате никогда не показывают человечеству вектор движения. Но за то время сурово наказывает тех, кто с ним фамильярничает. И кто не считается широкими Нюрнберга. Поэтому я вам хочу сказать, дорогие друзья, что мы вступили очень важно, что именно Золотой Орел первый открыл эту страницу, празднувая 75-летие праздника Победы. Спасибо вам большое за эту награду.